Праздников в России много, но один из самых загадочных – 12 июня. Если в интернете посмотреть про 12 июня, то самым популярным запросом окажется, как это объяснить детям. И дальше какая-то белиберда. Больше всего мне понравилось объяснение, что 12-го числа россияне празднуют начало нового витка истории. День витка. А что красиво? Но как объяснить смысл праздника взрослым? Вот, например, захожу в один всем известный русский народный поисковик – Хлобысь. Первое же определение. День России – это государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня и является выходным. Этот праздник символизирует свободу, мир и согласие между гражданами на основе справедливости закона. Символизирует, стало быть, свободу, справедливость и закон, то есть то, чего в России нет. А праздник есть. Хорошо, возьмем согласие между гражданами, то есть народное единство. Но для этого дела есть другой праздник – 4 ноября. Он, как известно, заменяет старшему поколению день 7 ноября – красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красну. То есть это день 100-летней привычки отмечать очередную годовщину Октябрьской революции, которая, как известно, у нас в ноябре. Но попробуем все же разобраться с 12 июня. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Тоже странноватый документ. По сути и по названию – это декларация независимости России от Советского Союза. Интересно, как это перевести на любой язык мира, если даже по-русски непонятно, каким образом Россия отделилась от Советского Союза. А еще так случилось, что в то время президентом США был Джордж Буш-старший. А у него 12 июня рождения. Те, кто слышал о плане Даллеса, протоколе сионских мудрецов и тайном мировом правительстве, знают, вот они сразу поняли, что это теперь за новый российский праздник. Но им, конечно, легче, потому что все понятно. А через год после принятия той самой декларации об отделении России от СССР в 91-м году случились выборы президента РСФСР. Прикиньте, тогда это так называлось. И выиграл Ельцин. Ну точно это все от мирового правительства пошло. Они там любят нумерологию. Кстати, второе место на тех выборах занял Николай Рыжков, пенсионер. А третье – начинающий молодой политик Владимир Жириновский. Так и взошла его звезда. Так с тех пор и горит адским пламенем. В общем, что празднуем, остается загадкой. Обратимся к инструкции. Как праздновать? Поисковик скажет, как правильно. Не для детей, для взрослых. И нам разъясняют. Неизменными с года в год остаются следующие мероприятия. Фестивали самодеятельных коллективов. Торжественное поздравление президента и речи важных представителей власти. Коллективное исполнение отечественного гимна. Поднятие флага Российской Федерации. Вечерний концерт на Красной площади. И салют. Могут также проводиться художественные выставки, театрализованные представления, костюмированные шествия и спортивные турниры. Бег в мешках и перетягивание канатов, костюмах печенегов и половцев. Но стало намного понятней. Этот день распила патриотических бюджетов мелким чиновничеством и парт с функционерами. Видимо, поэтому в той же инструкции россиянам рекомендуют праздновать 12 июня в кругу семьи или на природе. Чтобы не мешались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова